Добрейших вечеров, дорогие друзья! Ну что, снова в наших домах, квартирах и хижинах праздник очередной выпуск нашего недельного телеальмонаха, посвященного на этот раз, как вы любите, нашему мозгу, кровоснабжению головного мозга, памяти, чтобы остаться в ясной памяти, по крайней мере, лет до 35 хотя бы, а может быть, некоторые и хотят и старше, когда вырастут, тоже соображать хорошо, память, чтобы хорошая у них была, чтобы никаких проблем не было с тем, как вас зовут, как жену зовут, мужа зовут, сына, собаку, деньги где спрятаны и другие, как говорится, не беспокоили вас проблемы, связанные с памятью, голокружение тоже, сегодня об этом всем поговорим. Как вы видите, специально приготовился пациент у нас к демонстрации, но перед этим давайте-ка с вами небольшую перекличку проведем. Хочется узнать мне, как давно подписаны вы на наш с вами канал, как давно смотрите, с удовольствием все видео ставите лайки, пишите комментарии, колокольчик не забывайте жать, чтобы новое видео смотреть, с удовольствием свежее, не отставать от всех, потому что мы уже новое давно посмотрели, вы до сих пор смотрите, там три года назад еще не досмотрели видео. Итак, друзья, пишите, как давно подписаны, а мы тем временем начинаем. Наш головной мозг, не понаслышке мы знаем о том, что он находится внутри полости черепа. Череп это не сплошная кость, как вы догадываетесь, а состоит он из отдельных костей. Впереди у нас представлена лобная кость, вот здесь вот теменные кости сверху покрывают наш головной мозг, и сзади вот здесь она затылочная кость располагается. Сбоку височные кости, вот здесь вот крылышко, клиновидные кости, я потом вам покажу. Это все у нас мозговая часть черепа. Еще у нас есть лицевая часть черепа, куда входят, соответственно, кости лицевого черепа. Верхняя челюсть, нижняя челюсть, носовые кости, скуловые, глазницу формируют кости, тоже вот решетчатая. Это сейчас нам пока не особо важно, мозговая часть черепа, с ней бы разобраться сейчас нам. Чтобы вы не запутались, забудьте все то, что я сейчас сказал, и заново слушайте теперь мозговая часть черепа. Сейчас технологии быстро развиваются, сокращая рутинную работу ученых и способствуя защите окружающей среды и доступности медицины. Например, новые методы анализа позволяют прочитывать поврежденную ДНК и делать открытия о прошлом. Важным условием успеха в этой области является обучение высоко квалифицированных специалистов, а занимается этим в том числе один из ведущих технических вузов страны МФТИ. Они совместно со SkillFactory разработали онлайн-магистратуру по направлению прикладной анализ данных в медицинской сфере. Программа укрепит вашу позицию на рынке за счет навыков Data Science. Поступить может каждый, достаточно иметь законченный бакалавриат. Программы подходят как для начинающих студентов, так и для опытных специалистов, которые стремятся расширить свои знания и навыки. Обучение проходит в очной форме, но занятия проводятся онлайн, что позволяет студентам из любой точки страны учиться и получать студенческие льготы. В ходе обучения вы научитесь прогнозировать и диагностировать на основе анализа медицинских данных, разрабатывать инновационные продукты, организовывать научно-исследовательскую работу и многое другое. Помогать вам в этом будут ведущие специалисты по Data Science. В конце обучения вы защитите итоговый проект. Он может быть в формате научного исследования или собственного проекта, над которым вы можете продолжить работу и после окончания обучения, и превратить настоящий востребованный продукт на рынке. А оплачивать обучение вы сможете так, как вам удобно, частями или в рассрочку. Записывайтесь на бесплатный подготовительный курс по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Смотрите, между косточками, видите, вот такие вот бороздочки, вот эти вот штучки такие есть. Это называется швы черепа. Эти швы, они с возрастом, как было принято раньше считать, полностью срастаются две кости. Но в результате последних исследований, которые были проведены в конце 90-х годов, оказалось, что эти кости сохраняют подвижность вплоть до преклонного возраста. До любого возраста они двигаются. Пока двигаются, в общем, помните, сколько будет там 36 умножить на 6. То есть, когда перестают двигаться, уже не помните, кто у вас мама, какая родилась мама. Смотрите, эти швы, они у нас находятся между всеми косточками. В детском возрасте эти кости еще не совсем полностью сформированы, они более выражены. Но во взрослом возрасте подвижность в них также сохраняется. Швы у нас находятся, вот те, которые сейчас сегодня нас будут интересовать, между лобной и теменными костями, между височной костью и теменной костью, между височной костью, вот здесь вот, вот здесь видите, между височной костью со сцевидным отростом и затылочной костью. Почему так важна подвижность этих швов? Дело в том, что, как считают остеопаты и мануальные терапевты, согласные с остеопатами Подвижность черепа влияет на циркуляцию спинномозговой жидкости, на функцию мозга Но это как бы такие спорные вопросы, но лучше, чтобы кости черепа двигались, чем они не двигались И, кроме того, уже бесспорно, на что может кость черепа влиять, неправильное их положение, асимметрия Это нарушение функции черепных нервов Смотрите, что делаем Опа! Такое видели когда-нибудь? В кино только такое, видите? Бесплатно показываю Это как викинги, вино пили отсюда Так, смотрите, мышцы временно препарируем, отрываем, достаем голову Глаз убрать нет? Поставим Это у нас внутренняя часть черепа, видите? Снаружи как бы все гладко, а внутри, видите, сколько тут лабиринт практически, да? Квартирная многоэтажка, малосемейка как будто Нет, это череп у нас так устроен И вот эти дырочки, вот смотрите, это не караэт, там, жук проел Это предусмотрены конструкции дырочки И в каждой из них проходят либо нерв, либо сосуды, черепные нервы Вот это самое крупное технологическое вот это отверстие Это оно нужно для продолговатого мозга, который потом продолжает у нас спиной мозг То есть это часть головного мозга, она здесь продолговатый мозг Мозг там, вот здесь сзади мозжечок Он отсюда выходит и продолжается вот отсюда Вот, опфу так Ловкость немножко показал Она, в общем, тоже конструкция такая Единственное, вот эта дырка, это уже не должно ее быть Это просто для того, чтобы он держался Итак, друзья, при неправильном положении костей черепа Возникает сужение вот этих отверстий Что приводит в первую очередь Ну, артерию не сдавят, конечно Но может сдавить нерв, может сдавить вену Возникает застой крови Возникает нарушение функции черепного нерва Это все зависит от того, какой именно был сдавлен Вот даже дырочки есть для, видите, глазного нерва Вот здесь вот Это у тех, у кого проблемы со зрением Про глазной нерв в комнате мы разговаривали Здесь сухожильное кольцо, когда оно сдавливается, нарушается Вот возникает атрофия зрительного нерва Кто видео не смотрел, посмотрите про зрение еще Вот здесь вот, здесь дырочки такие не сделали Но вот здесь решетчатая кость Тут проходят обонятельные нервы Прямо вот сюда к нам в нос Поэтому, когда дышим, чувствуем запахи Приятные и неприятные тоже чувствуем Вот, друзья Вот это у нас клиновидная кость Вот крылья клиновидной кости Вот это затылочная кость уже изнутри Все не так гладко, видите, как снаружи Снаружи тоже не особо гладко А внутри вообще тут не разберешься Вот это у нас лобная кость Вот пазухи гайморовые Где гаймориты бывают Но если вкратце, то вот Вот решетчатая кость Тоже насморк, когда бывает Это мэйдит Если интересно, могу видео снять Однажды у меня после коронавируса Нос не дышал полгода Капли перестали помогать Прям могу снять вам Сколько вот этих баночек с каплями стали Ничего не помогало Сам нашел одно видео на ютубе Там какой-то мужичок Такой способ сделал Как избавиться от насморка Вообще у меня полгода не дышал Ротом дышал всю ночь Не мог даже спать Один раз сделал И все прошло Если интересно Напишите тоже вам сниму Что я сделал Даже вот эти капли сниму Все виды капель, которые существуют Вам сниму Такой прям арсенал Как у алкоголиков Бутылки вот так стоят У меня капли вот так от носа стоят Вот Специально их сохранил Чтобы потом для вас видео снять Если желание, конечно, имеется у вас Или у вас все носы дышат Я не знаю Итак, друзья Разговоры разговорами Но переходим к практике Как говорится Швы черепа Должны быть подвижны Должны позволять нашим костям Двигаться Для сохранения функции Черепных нервов Оттока Притока Ликвара И полноценной функции Нашего головного мозга Чтобы он выдавал нам Как видеокарта Чтобы биткоины могли Намайнивать Мы с вами на головном мозге Итак Смотрите Начнем с Вот этого Срединного Центрального шва На вашей голове Он тоже есть Находится под волосами Под кожей Под сухожильным шлемом Прямо по центру Руки на него кладете Вы не почувствуете Там какое-то образование То есть Это может никак не отличаться Он от всего остального Но Ваша задача Просто по центру Найти Центр головы своей В общем найти И Многие думают Что лоб заканчивается У них вот здесь Где волосы заканчиваются Расти Но на самом деле Лобная кость Она достаточно большая Вот видите Вот шов Вот шов Вот здесь То есть Он Вот здесь Находится Вот лобная кость Моя Вот здесь заканчивается Представляете Вот здесь Ваша тоже И Вот сейчас наша задача По центральной линии Проработать Вот этот вот шов Сначала Просто нажатием Вы берете Свой палец Можно два Можно вот так вот Если вот так вот Удобнее вам держать И Прорабатываете Просто Вот таким Нажали Массирующим движением И делаете движение Вперед-назад Влево-вправо Круговые движения То есть Просто надо вам Помассировать Вот этот вот Ваш центральный шов И здесь Вы обнаружите На нем Будут болезненные участки То есть Он не весь будет болезненный А будут определенные участки Болезненные На них остановитесь Но будут также участки Вообще Без Чувствительности На них тоже останавливайтесь Обращайте внимание На болезненные участки И участки Потерявшие Чувствительность Вот это вот Первый шов Который мы с вами Прорабатываем Второй шов Как раз Между лобной костью И теменными костями Точно так же Вот Вот вы его Прорабатываете Так же Вот здесь Его можно определить По неровности Вот здесь Есть определенный Бугорок Который вы можете Прослеживать На протяжении Всего шва То есть Одна косточка Она обычно бывает Относительно Другой Чуть неровно Чуть выше Чуть ниже И вот эту неровность Вы вот здесь Вот найдете И по этому шву Вы То же самое Делаете Прорабатываете Так же Вот это место Где видите У вас происходит Соединение Трех костей Одновременно Его И вот здесь Вот здесь Вот здесь Вот здесь Все вот это Проработали Следующее Это Между затылочной костью И двумя теменными костями Здесь у нас часть Только затылочной кости Сейчас мы соединим Воссоединим их Закроем Вот такого нет у вас Это уже Дополнительная конструкция Внесения Дополнительная конструкция Механизма Двигателя Головы То есть Вот это вот шов Точно так же Вы прорабатываете Между затылочной костью И Теменными Сначала Костями А потом Вот здесь Вам покажу Вот здесь Видите А потом уже Вот эта вот часть Это височная кость Это сосцевидный отросток Височной кости Между ним И Затылочной костью Очень часто Именно Вот эта вот часть Шва Она Теряет свою подвижность Близко Близко к этому месту У нас прикрепляется Грудинно-ключично-сосцевидная мышца И трапециевидная мышца Вот сюда Она к затылку Прикрепляется И Здесь такое место При спазме Двух этих мышц Или при слабости Или когда одна мышца Спазмерно Другая Ослаблена То есть При мышечном дисбалансе Возникает нарушение Движения Височной кости Затылочной кости И Компрессия Вот этого шва То есть Он перестает Полноценно двигаться Поэтому Его тоже Нам надо Обязательно Хорошо проработать И Большинство Болезненных точек Как раз Вы найдете Вот здесь Вот Вот это все место Вот здесь Вот сбоку Оно покрыто у нас Височной мышцей Она относится К жевательным мышцам Вот этот шов Вы в отличие От других Напрямую И не почувствуете И проработать Не сможете Но Также есть способы Увеличение Подвижности Височной кости Относительно Теменной кости Височной кости Относительно Затылочной кости Но Для этого Нужно сначала Привести в порядок Саму Вот эту вот Височную мышцу Для того Чтобы ее проработать Начинайте Вот прямо От Вот этой Скуловой дуги Своей И пальцами Пройдитесь сначала По всей мышце Она достаточно большая Вот это вот Все место Она занимает Пройдитесь по ней Найдите болезненные участки И их также проработайте Для этого Вы можете даже Использовать Специальные Массажные приспособления Можно мячик Мягкий Лучше для начала Можно валик Вот прям Вы можете лечь Вот так вот Вот так вот На мягкий валик Вот так ложитесь И тоже Вот с помощью него Массируйте Прорабатывайте Височную мышцу Если никогда Этого не делаете Не делали Жестким мячиком Не делайте У многих У кого Есть проблемы С нарушением Слуха С Шумом в ушах Снижение Слуха После проработки Вот этой мышцы Височной мышцы Они почувствуют Как будто Новые децибелы Стали слышать Если песню любимую Вы например Перестали слышать После массажа Вот этой мышцы Вы ее Услышите заново Напишите в комментариях Как вы рады Что снова слышите Свой любимый гимн Своей любимой Родины Вот И проработали В общем Вот эту вот мышцу С одной и с другой стороны Итак Это у нас Более такое Простое воздействие Первоначальное На сами швы На кости черепа Следующим этапом Нам нужно научиться Эти кости Двигать Создавать движение Дело в том Что у каждой кости Есть определенная Траектория движения Каждая из них Должна двигаться По определенной Траектории Если нарушается Положение кости То нарушается Траектория движения Кости черепа Например Клиновидная Давайте попроще Затылочная кость Она у нас делает Движение Вот сюда Назад То есть Есть определенный Ритм Движения Костей черепа Он Не совсем Совпадает С дыхательным ритмом Он более редкий И затылочная кость У нас делает Вот такое движение Назад Как бы она Отклоняется Медленно Микроскопическое Движение И обратно Но Она Склонна к тому Чтобы развернуться Или в одну сторону Или в другую Вот так вот скрутиться И поэтому Первое что нужно сделать Для того Чтобы восстановить Эту подвижность Это естественная Подвижность Которую Ну нужно поддерживать В некоторых случаях Увеличивать Нам нужно Именно Сделать так Чтобы у нас Сама затылочная кость В ровном положении Находилась Потому что Положение височной кости Оно может влиять Даже на Натяжение Уже по всему Остальному телу Как и наоборот Например Если одна мышца Укорочена С одной стороны С другой стороны Слабая То затылочная кость Повернется Ну О том Как кости Черепа двигать Кому это интересно Кто уже проработал Все вот эти вот Швы Это Мы разберем Отдельно В отдельном комплексе Упражнений Как обычно Уже догадались По ссылке в описании Кто хочет Уже Как бы Не только Но и Туда идите Там мы с вами Все это разберем Более подробно Кто еще Остановился На том Что проработать Все убрать Болезненные точки В швах Пока тут оставайтесь Потом подойдете Туда к нам Мы там уже Продолжим Уже более точное Воздействие на головной мозг Наш Восстановление функции Там встретимся Дай бог Ну что друзья До новых встреч До новых передач Вот мы и с вами Вот И помогайте родителям Ставим лайки Пишем комментарии До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok